Всем привет, ребята! По вашим многочисленным просьбам продолжаю рубрику с соковыжималкой. И сегодня я буду делать сок из хрена, а точнее хреновый сок. И для этого я купил вот эти два хрена. А также сегодня я проверю русскую народную поговорку «Хрен редьки не слаще». И для этого я купил целых три вида редьки. Черную редьку, белую редьку и красную редьку. Но сначала у меня для вас есть новость. Сегодня интернет-магазин Умкомол сошел с ума и дарит целых 100 тысяч подарков из Китая. Регистрируйтесь на сайте, покупайте товар со специальной отметкой и получайте подарок. Два товара по цене одного. Акция длится всего три дня. Поспешите, призы тают буквально на глазах. Чем хорош Умкомол? Цены такие же, как на Алиэкспресс, а иногда даже ниже, чем у китайцев. Быстрая доставка, русская техподдержка и официальная гарантия. Но главное, Умкомол регулярно проводит акции с халявой. В этом году это финальная акция. Не упусти момент, срочно переходи по ссылке в описании и получай подарки. Итак, ребята, начнем с хрена. Я, честно говоря, впервые покупаю хрен в натуральном виде. Раньше я его видел только в баночках. Оказывается, вот он какой, хрен. С виду похож на какие-то кости, правда? Ну ладно, не будем болтать, а почистим наш хрен. Вот это я отрежу. Ничего себе! Да он не режется! Эту сторону я тоже отрежу. А это я почищу. Вау, смотрите, какой он белый! Белая кость! Какой запах! Знаете, что напоминает? Васаби! Помните, мы делали фонтан из васаби? А, так все правильно, васаби это же японский хрен. Так, чистим второй. Так, ребята, ну что, я думаю, хватит. Какой он белоснежный! Кстати, он какой-то довольно-таки суховатый. Интересно, будет ли вообще из него какой-то сок? Сейчас мы это выясним. Итак, соковыжималка готова. Работает, все отлично. Итак, проявите вашу интуицию. Напишите в комментариях, получится ли сок из хрена. Или ни хрена у нас не получится. Только чур вперед не перематывать. Итак, погнали. Итак, включаем соковыжималку и кидаем первый хрен. Вы слышите, как трещит бедная соковыжималка? Твердый хрен попался. Но нашу соковыжималку хрен сломаешь. И вон уже, кажется, пошел хреновый сок из хрена. Да, его немного, но он есть. И поэтому самое время забросить второй хрен. Ой, блин, ребята, смотрите, снова тут образовалась щель. Точно так же было, когда мы выжимали имбирь. Помните? Сейчас я все исправлю. Вот, можно продолжать давить хреновый сок. Так, нет, что-то не хочет он давиться. Нужно, наверное, снять крышку и достать его оттуда. Ай, блин, капец. Вот это он острый. У меня аж слезы потекли. Фу. Блин, ребята, одну секунду. Я пойду промою глаза водой. Фух, ребята, это хуже, чем баллончик с перцем. Но зато я закинул этот кусок хрена, и он благополучно перемололся. Ну вот, в принципе, и весь сок. Больше из него, наверное, не выдавишь. Давайте перельем его в стаканчик. Итак, ребята, вот столичка у нас получилась сока, и он таки получился. Такой немножечко густоватый, и он очень сильно пахнет. Я даже не знал, что так пахнет хрен. Я думал, что это горчица. Блин, ребята, у меня прям в глазах, не только в глазах, еще и в ушах где-то колет вот этот ядреный запах. Я не решусь это попробовать, ребята. Я думаю, что если я попробую, у меня глаза на лоб полезут. Это от одного запаха. Мне просто хочется плакать. Капец, вот это ядреный хрен. Ради эксперимента, ради видео попробую немножечко, буквально капельку на язык. Это горчица, а не хрен. А может, горчица-то и есть хрен? Может, я что-нибудь не знаю? Короче, это горчица-хрен. А еще у меня получились вот такие вот отходы. И они тоже очень сильно и остро пахнут. И если их понюхать с расстояния 5 сантиметров, то реально пробивает любой насморк. О, а давайте предложим муравьям капельку хренового сока и посмотрим на их реакцию. Ой, мне кажется, муравьи просто в шоке от этого запаха. Смотрите, они бегут от него, как от огня. А некоторые, смотрите, даже боятся выйти из норки. Высовывают нос и от этого резкого запаха сматываются обратно в норку. Капец! Ладно, ребята, уберу от них этот сок. Не буду их больше пугать этим резким запахом. Ну что ж, давайте пока отставим в сторону этот сок и перейдем к редьке. И сначала у нас будет черная редька. А вы знаете, почему эта редька называется черная? Да потому что она растет в Африке. Шучу, конечно. А если черную редьку разрезать, то внутри она белоснежная. Ну, почти белоснежная. И еще я точно знаю, что она очень сочная. И ее соком можно лечить кашель. И мне кажется, что из одной этой редьки запросто получится вот такой стакан сока. И сейчас мы проверим, прав я или нет. Для начала нарезаем черную редьку на кубики и потом закидываем в соковыжималку. Поехали! Смотрите, соковыжималка щелкает кубики черной редьки, как семечки. Ой, а тут застряло. И без палки-запихалки никак не обойтись. Смотрите, сколько сока набежало. И сейчас мы узнаем, прав я был или нет, получится ли полный стакан сока из этой черной редьки. Давай, 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 еще немножечко давай. Ну, почти. Я даже не знаю, как вы думаете, можно ли это считать полным стаканом? Или нет? Итак, ребята, вот такой вот у нас получился сок из черной редьки. И вы знаете, вообще-то он не должен быть таким серым. Этот сок должен быть таким мутно-белым. А вот эти вот черные вкрапления, это, ребята, я протупил. Нужно было все-таки эту редьку почистить, потому что эта черная кожура, она просочилась и дала вот такой вот цвет, не совсем красивый. Ну да ладно, сейчас мы попробуем этот сок через трубочку. Ой, вы знаете, когда-то давно я лечил кашель уже этим соком, и он не был такой противный. Какая-то ядреная редька попалась, капец. Мне все попадается сегодня ядреное. Что этот сок, что эта редька. И вы знаете, все-таки поговорка правильно говорит. Хрен редьки не слаще. И даже редька хрена тоже не слаще. Хе-хе-хе, пойду запью водой. Ну что, ребята, у нас осталась еще красная редька. Да, ребята, она красная, честно. И белая редька. Но пока я снимал это видео, у меня в доме три раза выключали свет. Я просто уже не успеваю выжать сок из этих двух корнеплодов. И поэтому я сделаю это в следующем видео. Я обещаю. И еще я хочу сказать пару слов насчет блендера. Если ввести в поиски «блендер Алекс Бойко», то вы найдете вот этот ролик, который я снимал еще девять месяцев назад. Так что я не воровал ни у кого эту рубрику. И вообще, блендер снимали очень многие на ютубе. И год, и четыре года назад. И каждый снимает по-своему. И в своем стиле. И незачем из-за этого ругаться. Я лично так считаю. И я думаю, вы со мной согласитесь. Напишите в комментариях. Ну все, ребята, я побежал монтировать для вас этот ролик. А то опять выключат свет, и я не успею. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok